продолжаем доделывать часть за которой можно держаться которую мы начали делать прошлой записи сначала прикидываем как будет выглядеть надо сверху что-нибудь добавить и снизу в принципе тоже нужно добавить а посередине будет крепиться сделаю смож не нужна сетка поплотней теперь нужно сделать само какое-нибудь крепление поэтому дублирую этот центральный цилиндр и удаляю все полигоны оставляют только определенные полигоны под крепления из этих полигонов буду делать само крепление задаю сначала толщину далее выбираю центральный луп и делю его пополам теперь выбираю центральные полигоны и делаю экструд сверху сделаю срез а снизу сделаю скос можно еще у основания сделать либо скос либо мягкий переход и на углах тоже сделаю срез и это же из расчета в сглаженном режиме у меня в этих местах будет просто мягкий переход теперь перестраиваем сетку с этой стороны добавляю edge и с другой стороны добавляю на самом деле все можно делать столько на одной стороне а потом просто тупо зеркалить в этом месте накидываю новые edge а к вертексом применяю merge треугольников нету нгонов тоже нету можно было edge не создавать а сразу к вертексом применить merge в этом месте хочу сделать небольшую деформацию хочу сделать выпуклость выбираю edge делю пополам так это я удаляю это мне здесь не нужно далее выбираю полигон и делаю экструд и задаю определенную толщину снова сетку поправляю накидываю новые edge в этом месте можно просто удалить edge и создать новые принципе что я и сделаю выбираю edge удаляю и создаю новые ну вот сетка разобрались треугольников нету нгонов нету одни квады теперь нужно на гранях сделать фаски для сохранения формы сначала выбираю грани где хочу сохранить форму и теперь можно сделать фаски на троечку нажимаем и проверяем теперь эту выпуклость можно поправить и сразу сделать отверстие выбираю полигоны где хочу сделать отверстие и сразу обратил внимание что мне не хватает полигонов мне нужно сделать сетку немного поплотней можно добавить необходимые лупы или сделать смож но сначала я сдублирую эту детальку а потом уже сделаю смож что если что-то не устроит у меня есть дублированная деталька теперь выбираю необходимые полигоны далее применяю инструмент скругления делаю экструд и внутрь и отделяю эти полигоны сделаю фасочку теперь жму на троечку и смотрю но все равно у меня это выпуклость немного некорректно здесь выглядит мне нужно немного ее выровнять но сначала с этих полигонов которые остались сделаю цилиндр и лишние полигоны удаляю теперь нужно эту выпуклость под этот цилиндр немного выровнять причем выравнивать буду только с одной стороны потом просто зеркалю выбираю необходимые эйджи и просто растягиваю ну вот уже смотрится лучше можно еще немного выровнять и немного поджать давайте вот в этом месте также немного еще вытяну и пожалуй поджимать не буду оставлю так как есть все равно никто вглядываться не будет ну и теперь нужно только отзеркалить выставляем необходимые значения чтобы все корректно зеркалилась а если присутствуют лишние эйджи просто их удаляем ну вот в принципе нормально сойдет теперь нужно разместить винтик тащим суда шляпку от винтика и снова размещаем в определенном месте у нас же крепление должно быть либо прикручено либо приварено мы сделаем так что она как будто прикручена и на крепление также можно либо создать отверстие либо просто этот винтик разместить сверху по сути отверстия не будет видно поэтому этот винтик размещаем сверху с одной и с другой стороны и один винтик размещаем на ручке за которую можно хвататься но тут придется на этой ручке сделать либо отверстие либо какое-нибудь крепление под отверстие чтобы не делать отверстие я просто сделаю крепление под отверстие а вы у себя решайте сами я сдублировал цилиндр который у меня там присутствует укрепление он у меня на одном уровне поэтому мне проще сразу сделать это крепление а потом разместить на определенном уровне сразу размещаю винтик и под этот винтик подгоняю крепление если нужно углубить делаем углубление ну и теперь можно сделать фаски теперь размещаем правильно винтик и теперь можно все нормально разместить я имею ввиду на определенном уровне выбираем крепление и все детальки которые относятся креплению сразу чистим историю и закину пока в группу теперь размещаю на определенном уровне и подгоняем сам винтик чтоб у нас он не торчал но вот в принципе нормально смотрится теперь это крепление можно сдублировать с определенным шагом теперь переходим к основанию на чем крепится само крепление выбираю грани немного приподымаю делаю экструд и внутрь загоняю далее можно сделать либо фаски либо скос я сделаю фаски промежутки можно добавить какую-нибудь детализацию поэтому выбираю полигоны и дублирую и сразу сделаю сетку поплотней сделаю смож задаю толщину и можно сделать какую-нибудь деформацию выбираю лупы делю их пополам снова выбираю лупы применяю бэвол далее выбираю центральные лупы выбираю инструмент трансформ и центральные лупы загоняю внутрь теперь можно сделать фаски для сохранения формы снова на троечку жмем и смотрим как выглядит если хотите на краях добавить маленькие винтики добавляйте я оставлю как есть теперь остается раздублировать раздублировать этот объект соответствующие места с этой частью закончили переходим к верхней части сверху тоже ничего особенного делать не буду сделаю экструд все зазоры закрою в этом месте можно сделать либо скос либо мягкий переход дальше закрываем зазор сначала подыму немного повыше выберу нижние полигоны и также закрою зазор и дальше сами смотрите если хотите добавить какую-нибудь детализацию добавляйте я оставлю как есть перехожу теперь к нижней части нижнюю часть буду делать уже покрупней и на этой крупной части буду делать побольше всякой детализации поэтому мне на этой части понадобится более плотная сетка делаю смож так здесь у меня получается полигона вытянутые поэтому добавляю еще лупов все равно полигона не ровно это не страшно еще выровню сверху сразу сделаю скос и сразу сделаю фаску теперь необходимо полигоны выровнять можно либо выбрать все полигоны немного поджать либо выбрать лупы и также немного поджать что я и сделаю выбираю лупы и поджимаю теперь у меня ровные полигоны квадратики если нужно вам этот объект увеличить увеличивайте с помощью экструда и также выравнивайте сетку либо заново можете создать необходимый объект поскольку вы пока на первоначальном уровне я размер оставляю снизу делаю скос и делаю фаски теперь займемся детализацией сделаем какую-нибудь крышку выбрали квадрат edge применили bevel далее выбираем центральный луп применяем инструмент transform и загоняем центральный луп внутрь далее делаем фаски на троечку нажимаем и проверяем ну что неплохо смотрится переходим к следующей детализации в этом месте сделаем вмятины выбираем полигоны делаем экструд немного стягиваем и внутрь нормально оставляем в этом месте сделаем крышку также выбираем edge бэвол и центральный луп загоняем внутрь и также делаем фаски и на этой крышке можно сделать вмятины поскольку эта крышка довольно таки крупная или можно сделать выпуклость вы уже сами определяйте выбрав полигоны делать экструд и наружу до выпуклость здесь больше подходит ну и давайте для разнообразия сделаем какие-нибудь дырки какая-нибудь вентиляция выбираем определенные полигоны делаем экструд стягиваем и внутрь еще раз экструд еще раз экструд и внутрь и удаляем эти полигоны ну и теперь остается сделать фаски выбирайте лупы и делайте фаски на троечку нажимаем и смотрим ну что дырки здесь тоже подходит но и в этом месте просто сделаем вмятины выбираем здесь полигоны и здесь делаем экструд немного стягиваем и внутрь и давайте для разнообразия эти вмятины сделаем немного пожестче сделаем фаски снова жмем на тройку и смотрим тоже нормально а снизу сделаем отверстие сначала выбираем по четыре полигона далее делаем экструд и применяем инструмент скругления снова делаем экструд и пожалуй с помощью экструда делаю фаски чтобы не выбирать потом грани и делать фаски я просто сейчас с помощью экструда делаю фаски так наружу вытащили сделаем скос и тут уже придется выбирать лупы и делать фаски на троечку нажимаем и проверяем нормально смотрится выбираем остальные и также делаем фаски снова на троечку нажимаем и проверяем нормально так я смотрю здесь у меня какой-то косяк поэтому лишнее удаляю дырку закрываю так ну вот все нормально но давайте еще на крышке сделаем отверстие и тоже сделаем какие-нибудь винтики ну я имею ввиду заклепки поэтому выбираю по четыре полигона на углах делаю экструд и скругление и снова делаю экструд и делаю небольшой зазор далее выбираю эту окружность и с помощью экструдов делаю фаски и загоняю внутрь и удаляю вот и все в принципе с этим объектом тоже закончили если хотите что-то еще добавить добавляйте или хотите еще каких-нибудь железок смоделировать также добавляйте там провода не важно что на что фантазии хватит следующие записи мы начинаем анимировать